Это ли нацисты? Кто такие нацисты? Никто, это хорошие люди, которые нас защищают. Нацисты? Да. Добрый день, друзья! Не добрый день вам, мне, другим. Что самое печальное вот в этом маленьком ролике? Это мальчик из Славянска. Города, из которого ходил в 2014 году Стрелков, в котором выступал Андрей Макаревич. Вот началась вот эта вот все скандальная вот эта история с Андреем Владимировичем в значительной степени после выступления как раз в этом городе. Это 15-й год. 15-й год, 7 лет назад. Где сейчас этот мальчик? Наверняка воюет в составе Национального Батта или в СССР. Ну или как минимум сочувствует. Почему? Потому что абсолютно, абсолютно было проебано вот направление работы с молодежью и сопредельных странах, русскоязычных, речу о русских, наших соплеменниках. Но самое тревожное, с моей точки зрения, что и у нас с образованием сейчас полная задница в этом аспекте. то, что называется патриотическим образованием, делается очень топорно, очень нелепо, это безграмотно. В статистические времена сказали, что этим занимаются вредители просто. Вот, а что касается, допустим, высшей школы, ну там вообще полная жопа. Преподы в большинстве своем настроены оппозиционно, считаются хорошим тоном ненавидеть Путина, придирать вообще рашку и равняться там западной стандарте. И я не просить там гендерные истории про ЛГБТ, а вообще вот про то, что называется словом демократия почему-то. Я имел опыт незначительный преподавания в МИТР-институте телевидения Останкино и столкнулся с тем, что студенты, ну там курсанты, потому что это были курсы, настроены в массе своей, очень оппозиционно и просто там за несколько месяцев сделал вывод, что это в значительной степени постулировано тем, что им говорят преподаватели и как они говорят, то есть вот выстраивание контекста, даже в каких-то совершенно нейтральных дисциплинах. И это повсюду, к сожалению, у нас на всех ступенях образовательного процесса. Вот с этим что-то надо делать. Вы же помните все эти поговорки насчет того, что там не генералы выигрывают, воины, а преподаватели. Кому только не приписывается эта цитата. Это значение не имеет, кто это сказал. Значение имеет то, что в этом есть весьма-весьма весомая доля истины. Я предлагаю задуматься об этом, тем, кто идет информационно. Когда вы, человек, загруза, а за каждые поезды, поезды... За каждые поезды, поезды... За каждые поезды, поезды... Продолжение следует...